Это вторая часть нашего интервью с Ксенией Овсяник. Эфирное время закончилось, но прямой эфир, первая часть мы сохранили, я сохранила, как видео IGTV, будет в ленте, так что можете посмотреть. Так, сейчас мы уже Ксению пригласим и договорим. Здравствуйте. На этот раз у меня что-то там закончилось, видимо, какое-то есть ограничение, наверное, час эфирного времени только. Но мы говорили, о чём мы говорили? О подготовке к выступлению, о волнении. Ну и да, то есть как бы чаще всего я просто как бы блокирую этот вопрос. Я говорила, что я больше всего не люблю, когда меня спрашивают, как себя чувствую перед спектаклем. То есть я не люблю отвечать на этот вопрос. Я так как бы считаю, я всегда отвечаю, неважно. Что, в принципе, как бы я там себя не чувствовала для спектакля, зрителям я этого не объясню, поэтому это действительно не важно. Но, конечно, бывают какие-то вот редкие случаи, когда просто волнуешься больше, чем обычно, и различные вещи могут повлиять, и то есть тут уже как бы сложно контролировать. Но я всегда стараюсь просто возвращаться к вещам, которые доверяют, то есть тот же как бы процесс подготовки, и оно всегда помогает. Бывали ли какие-то такие, как это называется, эксцессы, наверное, да? Какие-то неприятные ситуации на сцене? То есть какие-то такие случайности? Что-то произошло? Ну, часто. Всегда что-то случилось. Например, расскажите. Вот я знаю, допустим, Оксана Скорик рассказывала, как у неё прям на пуанте ленточка завязалась. Про ленточку это у меня случилось. Я танцевала, я ещё в школе была, я работала, мы помогали театру, делали лебедей, и самый первый выход, там-там-там-там-там-там-там-там-там-там, и у меня тесёнка развязывается. А я ещё в школе, то есть я такой шок, там, мы когда бежали по кругу, я бежала за кулисы, завязала, вышла на сцену, там, пока мы на стороне стояли долго, я там уже думала, что у меня вся карьера закончилась, меня никогда не возьмут в театр, что это вот всё. Ну, как оказалось, никто не заметил, мне как-то повезло, да. Не, ну, в этом плане, то есть я и падала на сцене, там, бывает, ты подсказываешь, снёшься и где-то чего-то, бывало, что какие-то аксессуары, там, не знаю, что-то случилось, там, с ножом в ромео-джилете, приходилось импровизировать. Что ж, что ж не случилось? Не открылся, и там, то есть, пришлось, как бы, тупым ножом имитировать, да. Или там, где-то застрял под партнёром, невозможно было найти. То есть, на самом деле, да, очень часто приходится с чем-то, как бы, а что-то у меня случилось, по-моему, а в Жизеле, по-моему, с мечом. Я пока шла назад, я на бой, прям вот как сейчас, я на бой, ну, случайно, то есть, швырнула этот меч, который летел там в другую часть сцены, и мне пришлось вот в таком вот состоянии спиной искать этот меч пока. То есть... Ничего себе. Было ли, что кто-то что-то забывал, танцевать, движение, порядок? Кстати, недавно вспоминала, у меня один раз было такое на сцене тоже. Это был такой балет, он немножко был джазовый, и был момент, где там одна пара впереди, две в стороне и четыре пары сзади. И я танцевала все вот эти, ну, как бы, все роли, и они делают похоже, но немножко по-другому. И тот кусок, это там только барабаны, то есть, играют такой, только ритм. И на один из спектаклей, потому что я делала разные роли, на одном из спектаклей я начинаю, и вдруг у меня вот просто... Белый лист. Белый лист. Я не мог... Я просто... Я вот так вот повторяла одно и то же движение, и я не могла вспомнить, что дальше. Пока музыка не поменялась, и у меня тогда уже был такой интрига, что дальше, Я просто улыбалась и делала одно и то же движение, но я просто никак не могла вспомнить, что дальше. У меня был такой шок. Зрители сидели достаточно близко, потому что оркестр был сзади сцены, и, получается, зрители очень близко. И я просто видела, что зритель на меня смотрит и так улыбается. Я просто продолжала улыбаться в таком шоке. Ну, тоже вроде пролезло, как-то никто вроде не заметил. Ну, бывает такое. Даже если что-то заметила, все равно все понимают, что мы люди, тоже человек. Да, ну, конечно, будут потом, наверное, обсуждать, что ой, я такое видела. Да, потому что мне мама до сих пор рассказывает, как она в детстве ходила на балет. Там они падали много раз, не просто один, много раз падали. Ну, иногда это просто непредсказуемо, то есть, ну, все бывает. Да, ну, сначала один раз случается, потом уже волнуешься, наверное, как в фигурном катании, начнешь и все. Ну, да, кстати, да, тоже, если получить, если появляется какой-то психологический блок, то еще смотрим. И я думаю, будем заканчивать наше интервью. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Не пришли, конечно, но присоединились. Может быть, напоследок какие-то, не знаю, добрые слова всем танцовщикам и зрителям, которые, конечно, с нетерпением ждут похода в театр. Да, ну, мне кажется, всем танцорам, то есть, ну, продолжайте танцевать в любых условиях. Это не только нам, танцорам, приносит добавление, но и зрителям, поэтому, мне кажется, это важно продолжать быть самим собой. И для зрителей, ну, я очень надеюсь, что все-таки скоро будут открываться возможности, и, надеюсь, зрители соскучились и придут на спектакль. Потому что, мне кажется, все-таки смотреть через экран, и это далеко не сравнимо с выступлениями вживую, с энергией, которую ты получаешь и так далее. Да, и если вы будете, ну, если вы в Берлине, потому что мы в Берлине, приходите на галоконцерт, если, конечно, будут достаточно места. Если билеты у нас. И будем ждать, да. Будем смотреть онлайн, я думаю, все равно это будет онлайн хотя бы. И будем ждать спящую красавицу. Да, надеюсь, к тому времени. Да, и мне почему-то кажется, что осенью все будет хорошо, не знаю почему. Мне кажется, надежда — это самое главное. Да, это тоже верно. Спасибо вам еще раз большое. С нами была Алексей Овсяник, прием балерины Берлинского государственного балета. И все, всем спасибо. Да, приятно было познакомиться. Всем спасибо, всем хорошего дня. Всем пока, до свидания. До свидания. Пока.